Рада приветствовать вас в этом уютнейшем, теплейшем пространстве, которое располагает к получению знаний. И сообщение моё конфликта интересов не имеет, а глоукома, о которой пойдёт речь, действительно одно из самых противоречивых из всех глазных заболеваний. Потому что фактически ни на один вопрос, касающийся глоукомы, дать однозначного ответа на сегодняшний день мы не можем. Ни об атеологии, ни о внутриглазном давлении, которое, как уже было сказано, когда-то считалось самым главным, определяющим это заболевание фактором. На сегодня это не так, мы об этом поговорим. Является ли глоукома нейродегенеративным заболеванием или нет, об этом тоже очень много сейчас дискуссий и вопросов. О классификации мы, с одной стороны, с вами работаем до сих пор в классификации, основанной на кинетической периметрии, но при этом выполняем статическую периметрию. И надо понимать, что они несопоставимы, эти данные. Статическая периметрия – это поле зрения до 30 градусов. Кинетическая периметрия, на которой мы сегодняшнюю классификацию основываем, это прежде всего, как нас учили раньше, сужение периферических границ поля зрения, то есть опять нестыковки. И статическая автоматическая периметрия, которая всегда считалась до недавнего времени золотым стандартом в диагностике и контроле этого заболевания сегодня. К ней очень много вопросов, об этом мы поговорим с вами. О макулярной зоне. Раньше всегда мы говорили, что глоукома – это проблема периферического зрения. Центральное зрение остаётся долго, вы знаете, у этих пациентов в норме. А почему-то диагностику упор сейчас мы делаем именно на макуле. Опять какой-то у нас когнитивный диссонанс. Ну и прежде всего лечение. То есть лечение направлено на снижение давления, но мы говорим, а вообще-то давление-то тут и ни при чём. Как так? Как разбираться с этой ситуацией? И что делать? Самый вечный русский вопрос. Кто виноват и что делать? Итак, начнём немножко издалека. Вы знаете, что понятие о глоукоме начиналось с всем известной триады кардинальных признаков, триады Грефа. И тут то самое повышение внутриглазного давления, без которого представить себе глоукому невозможно. Оно приводит к следующему признаку экскавации, то есть углубления в диске зрительного нерва с последующей атрофией зрительного нерва, которую, как сейчас, принято называть глоукомной оптической нейропатии. И вот эти повреждения нервных волокон следствия атрофии сопровождаются постепенным изменением поля зрения. То есть почти 200 лет назад глоукому представляли как нарушение гидродинамики, что-то из области школьного учебника физики, о трубах и бассейне. И вот для студенческой лекции по глоукоме доцент нашей кафедры в своё время рисовал такие очень наглядные картинки. И они многое объясняют. Автомология в комиксах, достаточно посмотреть на две этих картинки, чтобы в общих чертах представление о глоукоме получить. Итак, и 30 лет назад нас с вами учили, что прежде всего нарушается отток в дренажной зоне при первичной открытоугольной глоукоме. Это приводит к повышению внутриглазного давления, что в свою очередь продавливает решетчатую пластинку, расширяется экскавация и формируется атрофия зрительного нерва. То есть корень зла на тот момент видели именно в передней камере, в дренажной зоне. Считалось, что глоукома вообще это заболевание переднего сегмента глаза. И все исследования, все публикации того времени были направлены на поиск возможностей что-то починить в дренажной зоне. Тогда хирургия глоукомы не в пример сегодняшнему дню была развита очень активно, оперировали много. Казалось, что мы уже сделаем какую-то настоящую хорошую дырку и все пойдет по плану, все пойдет как надо. Но почему-то это не происходило. Изменения со стороны зрительного нерва считались начинающимися много позже, чем само заболевание. Самые ранние сроки, которые описывались в литературе, это от 5 до 7,5 лет. И вообще изменения зрительного нерва описывались как именно аксональная нейропатия. То есть аксоны ущемило в прогнувшейся решетчатой пластинке, а они, естественно, как любая нервная ткань, с давления сильно не любят. И, как и положено нервной ткани, они в ответ на ущемление атрофируются. И вот 25 лет назад на нашей кафедре, которой тогда руководил Владимир Николаевич Алексеев, была выполнена работа, которой я горжусь. И вот это, собственно, я с нашими пушистыми героями, о которых сейчас пойдет речь. Было выполнено исследование, которое впервые в России обнаружило изменение сетчатки при глоукоме, причем с самого начала создания эксперимента. Именно тогда стало понятно, что прогрессивное уменьшение количества гонглиозных клеток в сетчатке происходит с момента формирования экспериментальной глоукомы. По тем временам это было совершенно революционное такое знание. Не все его были готовы увидеть и услышать. Было даже страшно, если честно, докладывать об этом на конференциях. Но тем не менее я горжусь своей причастностью к тому, что постепенно совершился вот этот вот разворот в понимании глоукомы как проблемы заднего полюса глаза. И фокус внимания всех исследователей постепенно сместился к сетчатке. Эксперимент, который мы тогда выполняли, показал, что всего за 100 дней, 3 месяца с небольшим экспериментальной глоукомой происходила потеря гонглиозных клеток почти на 50%. И это те самые 40-50%, о которых мы говорим, когда появляются первые изменения периметрические, мы сегодня знаем, что к этому моменту почти половина волокон зрительного нерва уже погибло. И мы еще об этом с вами подробнее поговорим. Итак, последовательность действий становится при глоукоме, становится более очевидной и более понятной. Сначала погибают клетки сетчатки, гонглиозные клетки сетчатки, и, соответственно, их аксоны, раз нет клетки, то нет и аксона, становится тоньше слой нервных волокон, представленные аксонами гонглиозных клеток, и это начинает сказываться на функции. Ну и задается вопрос, почему при глоукоме так начинают интенсивно погибать гонглиозные клетки сетчатки. И следующие работы совместно с кафедрой морфологии опять же впервые в России выявили апоптос гонглиозных клеток. Что это вообще такое? Вообще апоптос – это физиологический процесс, естественная смерть клетки. Клетки обновляются, какие-то умирают, на их место приходят новые, и организм строго этот процесс контролирует. То есть есть гены, которые говорят, ну, всё, тебе пора, и клетка совершает такой суицид, погибает молча, геройски, очищает место, освобождает пространство. И физиологически вот этот вот процесс происходит. У нас у всех примерно 5000 гонглиозных клеток в год с каждым годом уходит. Это нормально. Но вот почему-то при глоукоме этот процесс ускоряется в 100 раз по сравнению с физиологической обылью. И нам удалось определить, увидеть этот процесс апоптоза, что вообще очень сложно, очень редко кому удаётся, потому что, чтобы выполнить эту микроскопию, надо сделать срез и попасть этим срезом именно на то место, где сейчас клетка в процессе апоптоза находится. Вот нам этот процесс удалось поймать. Это чудо. Опять же, не могу с вами гордостью и не поделиться. Итак, схема, по которой происходят изменения в сетчатке. Сначала погибает гонглиозная клетка. Соответственно, изменяется количество аксонов этих гонглиозных клеток, то есть уменьшается толщина слоя нервных волокон. А как вы помните, нервные волокна собираются со всей сетчатки и входят в диск зрительного нерва. И если их стало меньше, значит, тот самый поясок, который мы с вами описываем и рассматриваем в диске зрительного нерва, тоже пострадал. То есть он стал меньше. Соответственно, экскавация при этом расширилась. Вот такая последовательность действий. И на наших глазах меняется представление собственно о глухомной нейрооптикопатии. Сначала повреждается нейрон, то есть это уже не аксональная проблема. Ущемило хвост и пошла атрофия. И почему здесь эта картинка? Студентам объясняю обычно, что вот эта чудесная коса у девушки начинается всегда с клеточек, с волосяного фолликула в коже головы. Вот так же и ганглиозные клетки. Это то самое начало, где рождается аксон, который мы потом вплетаем, чтобы видеть. Постепенно вслед за этим меняется и определение глоукомы от триады Грефа к оптической нейропатии. И оно начинает уже в 2020 году формулироваться так. Первичная открытоугольная глоукома это хроническая, прогрессирующая оптика нейропатии, которая характеризуется прогрессивной гибелью ганглиозных клеток сетчатки, изменениями слоя нервных волокон и полей зрения. Заметьте, в первую очередь акцент уже в определении на морфологических изменениях, причем именно на сетчатке, о которой еще 20 лет назад не было и речи. Поля зрения как результат, но о ВГД нет вообще ни слова. Первая позиция в триаде Грефа была и исчезла, потому что ВГД перестала быть основной причиной возникновения заболевания, а стала всего лишь фактором риска наряду с возрастом, наследственностью, миопией и общими заболеваниями. Перестала рассматриваться глоукома как глазное заболевание, связанное с нарушением гидродинамики. И поэтому вопрос, закономерный вопрос, который возникает и у пациентов, и у молодых докторов. И когда мы объявили о том, что будет такая лекция, замечательные подписчики телеграм-канала Клиники Зрения задали вопрос, почему после снижения ВГД у глоукомных пациентов нейрооптикопатия продолжает прогрессировать. Как мы ответим на этот вопрос? Потому что, собственно, глазное давление тут вообще ни при чем. А что при чем? И вот поиск причин неумолимого прогрессирования оптической нейропатии увел исследователей за пределы глазного яблока. И мы с вами переходим уже на такой более глубокий клеточный, молекулярный, биохимический уровень исследований. И мы начинаем рассматривать глоукому как нейродегенеративное заболевание. Почему? Откуда возникает этот вопрос? Что такое случилось с гонглиозными клетками сетчатки, что они погибают в результате апоптоза? Собственно, вот этот процесс ускоренного апоптоза это и есть нейродегенерация. И нейродегенеративные заболевания это довольно большая группа патологий, для которой характерна как раз медленно прогрессирующая гибель определенных групп нервных клеток, с постепенно нарастающей атрофией соответствующих отделов головного или спинного мозга. И наиболее известными представителями этого класса заболеваний являются такие болезни, как Альцгеймер, Паркинсон, Гентингтон и Пик. Для всех нейродегенераций характерна так называемая транссинаптическая нейродегенерация, то есть когда происходит непосредственный переход дегенеративного процесса с больных измененных клеток на интактные. Общий механизм гибели нейрона в результате апоптоза, увеличение заболеваемости с возрастом, хроническое течение с медленным прогрессированием, приводящее к потере функции. И происходит этот процесс нейродегенерации через сложные, но хорошо уже изученные биохимические механизмы. Нейротоксичность, обусловленная глютаматом, это нейротоксин, который высвобождается при гибели клетки. И, собственно, оказываясь в межклеточном пространстве, он начинает вовлекать здоровые до этого окружающие клетки в процесс гибели. Нейротоксичность, обусловленная кальцием, окислительный стресс, митохондриальная дисфункция, нарушение аутофагии. Аутофагия – это защитный механизм, внутриклеточный процесс. Клетка как бы сама себя чистит, регенерирует от попавших в нее вредных веществ и продуктов жизнедеятельности. Есть специальные внутриклетки лизосомы, которые помогают с этим справиться. Аутоиммунное воспаление, о нем сейчас очень много говорят, особенно после ковида. Это уже совсем другая история. Дисбаланс между нейровоспалением и нейропротекторными гормонами и медиаторами. И активация макроглии и микроглии, то есть нейровоспаление, в результате которого нарушается взаимодействие глии с нейронами. Еще что важно для всех нейродегенеративных заболеваний, это довольно большая доклиническая стадия. Примерно 6-8, иногда 10 лет доклиническая. То есть этот процесс происходит где-то там на уровне клетки, мы о нем ничего не знаем, о нем ничего не знает, естественно, пациент. А потом сравнительно быстро происходит манифестация явных клинических проявлений болезни. То есть морфофункциональные изменения могут возникать за много лет до начала очевидных, допустим, двигательных при болезни Паркинсона или когнитивных нарушений при других нейродегенерациях. И известно, что ко времени появления первых клинических симптомов, например, при болезни Альцгеймера, могут отмечаться от 30 до 60 процентов погибших нейронов гиппокампа и височных отделов коры головного мозга. Впрочем, как и при глоукомии, мы сегодня уже об этом с вами вспоминали, то есть между ранними признаками повреждения гонглиозных клеток сетчатки и первыми дефектами полей зрения проходит 8-10 лет. И когда эти первые периметрические изменения будут обнаружены, погибнет к этому времени от 40 до 50 процентов гонглиозных клеток. И очень важно использовать это время. Здесь была картинка с окном, то самое терапевтическое окно, к которому мы стремимся. то есть нам нужна возможность определять заболевание в то время, когда мы можем предотвратить эту смерть участков мозга или сетчатки, то есть предотвратить гибель, гибель в том числе и функциональных возможностей. И совершенно очевидно, что для сохранения зрительных функций нам необходимо как можно раньше эти структурные потери сетчатки определять, чтобы иметь возможность противостоять этим повреждениям. И таким образом мы с вами говорим о том, как меняется парадигма вообще представления о глоукоме, как поменялось на наших глазах представление об этиологии, как поменялось на наших глазах определение само, что это за заболевание. И точно так же меняется подход к диагностике. То есть три кита, на которых всегда этот процесс был основан, тонометрия, периметрия и осмотр дискозрительного нерва на сегодняшний день позволяют нам определять заболевание только в период очень бурных, уже выраженных проявлений, когда продвинутые стадии глоукомы имеют место. И статистика, к сожалению, из года в год повторяется у нас. Чаще всего глоукома выявляется в третьей, четвертой стадии, четвертая, то есть когда один глаз уже слепой, тогда появляется этот диагноз в большинстве процентов случаев. Итак, чувствительность тонометрии сегодня оценивается не выше 25-30%. Почему? Во-первых, потому что существует так называемая глоукома низкого давления, и процент ее огромен, в среднем 50 от 35, по данным Вениамина Васильевича Волкова, 20-летней давности. Сейчас мы можем диагностировать глоукому более чутко, и этот процент растет, и он доходит по России и европейским странам до 60-65%, а в странах Азии, особенно Япония, почему-то тут лидирует до 80 и выше процентов. Стало быть, мы отпускаем пациента, а сегодня у нас диспансеризация и скрининг основаны только на тонометрии, и увидев красивую цифру 14, допустим, мы спокойно пациента с чистой совестью отпускаем, но это ни разу не означает, что глоукомы у него нет. Ну и еще, наверное, стоит поговорить, что очень многое, когда мы говорим о тонометрии, зависит от таких деталей, как толщина роговицы, от того, была выполнена лазерная коррекция или нет, и каким способом. Сейчас много пациентов глоукомного возраста, которые в свое время делали еще кератотомическую, рефракционную кератотомию. Зависит от способа, которым мы измеряем давление и чудесный вот этот вот индикатор глазного давления через века, который... Ну, не будем сейчас вдаваться в подробности, но, в общем, имеет, скажем так, некоторые погрешности это измерение. Толщина слезной пленки это тоже деталь, а у кого сейчас нет синдрома сухого глаза, при измерении пневмотонометром колоссальный разброс данных дает. В общем, опираться на тонометрию сейчас нам не приходится. Ну, и раз меняется подход к диагностике, то изменился он благодаря техническому прогрессу и появлению у нас оптической когерентной томографии. Замечательный способ, который дает нам возможность прижизненно визуализировать практически каждую клеточку сетчатки. Мы можем гонглиозные клетки буквально пересчитать, потому что у нас есть возможность определять и толщину слоя гонглиозных клеток и объем фокальных потерь и диффузную потерю гонглиозных клеток. Но все ли так благополучно? Казалось бы, могли бы мы уже опираться на результаты ОКТ и строить диагностику только на этом исследовании? Не все так просто. Итак, мы уже с вами выяснили, что глоукома – это нейродегенеративное заболевание. Мы с вами знаем, что сетчатка представляет собой часть мозга, вынесенного на периферию. Сказал об этом испанский врач и гистолог, один из основоположников современной нейробиологии, Сантьяго Рамон Кахаль, который в свое время получил Нобелевскую премию за работы по нейроанатомии. Так вот, в начале прошлого века он нарисовал атлас головного мозга, по которому сейчас до сих пор сверяются с результатами КТ и МРТ, совпадает ли локализация какого-то процесса или нет. Меня такие вещи всегда восхищают. Как они это делали? Я не знаю. Ну, в общем, вот этот вот человек понимал, о чем говорил. И он говорил, что сетчатка – это часть мозга, вынесенного на периферию. Но как только мы с вами обсуждаем, что глоукома – это нейродегенеративное заболевание и может быть зеркалом мозга, нам самим выносит мозг на периферию. Принимать это нам сложно. Мы не готовы. А между тем действительно сетчатка и головной мозг – это родственники во всех отношениях. Во-первых, потому что сетчатка как часть центральной нервной системы возникает из нервной трубки в процессе эмбрионального развития. Во-вторых, состоит она из нейронов, микроглии и макроглии точно так же, как и головной мозг. Морфологически и физиологически у них схожая микрососудистая сеть. Обе структуры осуществляют гистогематический барьер, то есть гематоэнцефалический в случае головного мозга и гематоофтальмический в глазу. Нейроны сетчатки, так же как нейроны коры головного мозга, образуют похожую, сложно устроенную нейрональную сеть. Во многом перекликается нейроархитектоника сетчатки и головного мозга. Слой нервных волокон сетчатки представлен аксонами ганглиозных клеток, а слой ганглиозных клеток и плексифорные содержат клеточные тела и дендриты. Подобно тому, как в паренхеме головного мозга аксоны составляют белое вещество, а серое вещество состоит в основном из тел и дендритов. Исследования показывают, что толщина слоя ганглиозных клеток сетчатки коррелирует с объемом серого вещества мозга, и это позволяет считать ганглиозные клетки сетчатки маркером церебральной нейродегенерации. Поэтому оптическая когерентная томография это не просто быстрый, доступный, неинвазивный метод исследования сетчатки. Мне очень нравится, кто-то сказал, что плюс оптической когерентной томографии в том, что она не зависит от когнитивных возможностей пациента, в отличие от периметрии, но очень сильно зависит от интеллекта врача. И тут мы не должны с вами подкачать. Так вот, ОКТ – это не только диагностика глоукомы в данном случае, но и биомаркер, но и возможность для неврологов, для психиатров, потому что она продвигает глаз как биомаркер для диагностики и мониторинга нейродегенеративных и системных заболеваний. И что же оказалось, что схожие с глоукомой изменения на томограмме будут обнаружены при всех нейродегенеративных заболеваниях. Точно такие же изменения слоя нервных волокон и комплекса ганглионарных клеток будут и при Альцгеймере, и при Паркинсоне, и при рассеянном склерозе. Но тут есть нюансы, потому что изменения в толщине слоя ганглиозных клеток будут сильно зависеть от количества эпизодов оптического неврита и обострений, собственно, рассеянного склероза. Поэтому на сегодняшний день однозначно сказать, то, что мы видим на томограмме, это глоукома или нет, нельзя. Кроме того, любые нейродегенеративные изменения головного мозга, к сожалению, необратимы, имеют один вектор в сторону ухудшения ситуации и клинически всегда характеризуются когнитивным дефицитом прогрессирующей потери памяти и деменцией. Собственно, деменция – это такой синдром, симптомокомплекс, при котором происходит постепенное угасание способности мыслить, более выраженное, чем можно ожидать при нормальном старении. Происходит деградация понимания речи, способности считать, познавать, рассуждать, ориентироваться в пространстве. Нарушение когнитивной функции сопровождается ухудшением контроля над эмоциональным состоянием и деформацией социального поведения. Так вот, если мы говорим с вами, что глоукома – это нейродегенерация, стало быть, надо задуматься о том, влияет ли глоукома и нет ли связи между глоукомой и когнитивными нарушениями. И связь такая возможна. Мета-анализ 24 исследований, изучавших это, обнаружил, на первый взгляд, противоречивые результаты. То есть большинство работ эту положительную корреляцию находит, но только в трех исследованиях сообщалось, что связи с деменцией нет. Причем все исследователи сходятся на идее, на гипотезе о том, что более высокая распространенность когнитивных нарушений есть преимущественно именно при глоукоме низкого давления. Итак, эту связь пытались выяснить. Путем перекрестного сравнения у пожилых участников, случайно одобранных из большого многоцентрового регистра глоукомы, в нем больше 7000 участников, 3200 из них оказались с глоукомой низкого давления. И в исследование вошли пациенты в возрасте старше 65 лет с глоукомными дефектами поля зрения, с соответствующими изменениями нейроретинального пояска, расширенной экскавацией дискозрительного нерва, причем с выраженной асимметрией между обоими глазами. Все участники прошли когнитивный скрининг с помощью монреальского теста, который считается на сегодняшний день самым высокочувствительным инструментом для раннего выявления легких когнитивных нарушений. И результаты исследования показали статистически значимую разницу в распространенности когнитивных нарушений у участников из группы нормотензивной глоукомы. И, в общем-то, наверное, это неудивительно, если мы вспомним, что снижение световой и контрастной чувствительности при глоукоме происходит довольно рано. Дефекты поля зрения постепенно начинают появляться. А мультимодальные функции мозга, связанные со зрением, огромны. Мы не только видим форму, цвет предмета, мы с вами определяем и положение в пространстве, как свое, так и окружающих нас предметов. Мы благодаря зрению программируем и управляем движением наших конечностей, движением тела. Мы определяем скорость, мы в зависимости от того, на что мы должны посмотреть, головной мозг руководит движениями глаз. Мы определяем по положению света тени, определяем и форму объекта, и время суток. И, в общем, можно бесконечно перечислять, что мы делаем благодаря зрению. И если вот эти функции переходят, так скажем, в такой приглушенный режим, то и мозг получает информацию, как при выключенном свете или в полумраке. И это, безусловно, приводит к некоторому замедлению его активности. Он переходит в режим энергосбережения. И сегодня вообще много исследований, которые показывают и при катаракте, и при возрастной макулярной дегенерации связь между снижением зрения и когнитивными нарушениями. Глоукома не исключение. Так вот, серия научных работ обнаружила, что когнитивные показатели в большей степени коррелируют именно с толщиной ганглиозных клеток сетчатки в макуле, нежели с толщиной слоя нервных волокон. И большое популяционное исследование в Японии показало, что наличие деменции обратно пропорционально толщине ганглиозных клеток сетчатки в макуле. А в Германии довольно крупное исследование определило более тесную связь с объемом глобальных потерь ганглиозных клеток. То есть, иными словами, ОКТ не всегда позволяет нам дифференцировать нейрооптикопатии, не связанные с глоукомой. И изолированная деменция без всякой глоукомы тоже будет давать примерно такую же картину, как при глоукоме без деменции. И нам, офтальмологам, предстоит только научиться видеть эти отличия, разбираться в них. Конечно, сейчас пока недостаточно информации и понять, специфичны ли эти изменения. Может быть, есть какой-то ключик, может быть, есть какой-то признак, который будет соответствовать именно тому или иному заболеванию. Как интересно жить, нам предстоит с вами это все узнать и исследовать. А пока что, пока таких четких критериев, по которым мы могли бы сказать, да, это глоукома, не дает ни один из существующих методов. И мы по-прежнему с вами только в совокупности всех результатов можем делать какие-то выводы. Поэтому исследователи не стоят на месте и пытаются найти какую-то волшебную палочку, взглянув с помощью нее на что-то, чтобы сразу сказать, да, это глоукома или нет, это не она. И мы с вами сказали, что гонглиозные клетки сетчатки, да, те самые волосы, которые начинаются от сетчатки, проходят ведь не только через зрительный нерв. Дальше они составляют, аксоны этих гонглиозных клеток сетчатки, дальше составляют, собственно, весь так называемый передний зрительный путь и хиазму, и долатеральных коленчатых тел. Это все аксоны тех самых гонглиозных клеток, которые начинаются в сетчатке. И если страдание этих клеток, то есть, собственно, нейродегенерация происходит, значит, она вовлекает весь аксон целиком. И стало быть, изменения не заканчиваются в зрительном нерве, а идут дальше, достигают головного мозга и могут быть там обнаружены. Предположили 10 лет назад исследователи, благо технический прогресс позволяет эти версии с помощью новых способов нейровизуализации исследовать, и что же оказалось? Оказалось, что действительно изменения центральной нервной системы в значительной степени коррелируют со стадией глоукомы и тяжестью заболевания. Во многих исследованиях показано, что обширные изменения серого и белого вещества могут быть обнаружены уже на ранних стадиях глоукомной болезни. На самом МРТ исследовании изменений не видно, а вот функциональное МРТ позволяет оценить функцию коры при жизни на основе церебральных метаболических изменений, вызванных ее активностью. Это наиболее часто используемый метод получения информации о работе мозга на сегодняшний день. И что же он показывает? Гемоглобин, который используется при этом исследовании в качестве естественного контрастного вещества для мониторинга уровня кислорода в крови мозга в режиме реального времени, показывает, что изменения при глоукоме достаточно выраженные. То есть эти изменения содержания кислорода косвенно отражают активность локальных нейронов. И при глоукоме выраженное снижение этой активности во всех областях, связанных со зрением, регистрируется. Эти изменения коррелируют с данными оптической когерентной томографии о толщине слоя нервных волокон и ганглиозных клеток сетчатки. И у больных открытоугольной глоукомой были также обнаружены нарушения связи между зрительной корой и другими зрительными областями, изменение амплитуды, низкочастотных колебаний, аномальная спонтанная активность в нескольких областях мозга, снижение корковой активности в зрительной коре, включая центральные области. Все эти изменения могут быть использованы как эффективные клинические индикаторы глоукомы, причем в самом начале этого процесса. Есть еще несколько способов нейровизуализации. Диффузно-взвешенная визуализация, которая используется для расчета соотношения кровотока между внутричерепной полостью и субарахиноидальным пространством зрительного нерва. Было обнаружено, что этот показатель у пациентов с нормотензивной глоукомой значительно ниже, чем у здоровых участников из контрольной группы. И это подтверждает, кстати говоря, гипотезу о роли ликварного давления и разнице между уровнем внутриглазного давления и спинномозговой жидкостью в патофизиологии глоукомы низкого давления. Еще один метод, два слова о нем скажу. Диффузно-тензорная визуализация представляет собой метод МРТ, основанный на обнаружении диффузии молекул воды в нервных волоконах и аксонах. То есть позволяет количественно измерять целостность микроструктур и тканей прижизненно. Используется для изучения различных пучков белого вещества зрительного пути у пациентов с глоукомой. У больных глоукомой были обнаружены микроструктурные изменения в зрительном нерве, зрительном тракте, перекрёсте зрительных нервов, зрительные лучистости и затылочной толи. Мы всё время говорили с вами преимущественно о глоукоме низкого давления, но у пациентов глоукомных с высоким внутриклазным давлением было обнаружено уменьшение толщины коры в очень большом количестве отделов головного мозга, а также уменьшение объёма серого вещества тоже в нескольких участках головного мозга. И снижение внутриглазного давления – это фактор, который единственный модифицируемый фактор риска прогрессирования глоукомных изменений, который мы по-прежнему не будем сбрасывать со счетов, несмотря на то, что мы так в начале нашей сегодняшней лекции с ним вроде как обошлись не очень тактично. Так вот, снижать внутриглазное давление в свете всего, что мы сейчас с вами сказали, становится не только необходимым для контроля глоукомы, но и становится фактором нейропротекции и ещё, как теперь мы с вами знаем, способом сохранения когнитивных функций нашего мозга у пожилых пациентов. Не успела рассказать о роли нейровоспаления и нейротоксичных белков. Это вообще тема для отдельного разговора, но при глоукоме были обнаружены нейротоксичные белки, бета-амилоид и тау-белок, характерные для таких нейродегенераций, как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Хроническое повышение внутриглазного давления приводит к большему накоплению этих нейротоксичных белков, что в свою очередь приводит к потере нейронов в сетчатке. Кроме того, повышение внутриглазного давления увеличивает, как уже было сказано, накопление тау-белков, приводящих к гибели. А вот подавление тау-белков способствует сохранению гонглиозных клеток сетчатки. И сейчас разрабатывается целая группа препаратов, которые блокируют действие тау-белков, и это один из способов сохранять здоровье зрительного нерва. Но мы с вами прежде всего, конечно, займемся снижением внутриглазного давления с помощью хорошо проверенных нами любимых и известных препаратов, оригинальных препаратов, которые могут не только эффективно снижать давление, но и за счет торможения апоптоза и гибели гонглиозных клеток оказывать выраженное нейропротекторное действие. И за счет хорошей переносимости имеют высокий уровень приверженности к лечению. Ну и это препараты, вам известные, Топтиком и Косопт. Мы сейчас, благодаря новым клиническим рекомендациям, можем начинать лечение глоукомных пациентов сразу с фиксированных комбинаций. Это очень удобно, это развязывает нам в каком-то смысле руки и позволяет нам сохранить зрительные функции на том уровне, на котором мы пациента застали с глоукомой. Ну и мы с вами всю лекцию говорили о том, как сильно изменились представления о глоукоме, начиная от идеологии способов диагностики и, конечно, подход к лечению тоже здорово меняется. Мы с вами прекрасно знаем, что снижение внутриглазного давления не гарант сохранения зрительных функций, не останавливает гибель ганглиозных клеток, а цель лечения – это как раз предотвратить эту клеточную смерть. И сегодня активно разрабатываются препараты, которые уменьшают скорость апоптоза. препараты, которые могут модулировать, влиять на процессы нейровоспаления, потому что вообще-то нейровоспаление – это хорошо, это ответ, как любое воспаление, ответ на какое-то пагубное действие организма, попытка защититься. И большое количество иммунных клеток в эту реакцию вступает, но потом развивается каскад событий, которые, как снежный ком нарастая, сносят всё на своём пути и увеличивают погибель ганглиозных клеток. И поэтому сейчас усилия исследователей направлены на то, чтобы притормозить процессы нейровоспаления, зафиксировать их на той фазе, когда это хорошо для организма, чтобы песочные часы не перевернулись в другую сторону. Возможно сейчас трансплантация ганглиозных клеток сетчатки. Она выполняется и с помощью хирургическим путём, и инъекционно, и могут быть пересажены сами ганглиозные клетки, а может быть выполнена пересадка стволовых клеток, которые учат быть ганглиозными клетками. И вот этот процесс более эффективный. Пока это эксперимент. Но, в общем, дело движется с большой скоростью. Ну и генная терапия тоже, это, наверное, такой процесс скорого будущего. И если кому-то кажется, что это фантастика, то нет. В общем, это фантастика, которая уже становится былью, становится повседневностью. Например, есть такие препараты, глазные капли, содержащие ингибиторы рокиназ. Вообще рокиназы – это сигнальные белки, которые влияют на профилиферацию апоптозных клеток. И ингибиторы этих рокиназ защищают клетки от оксидативного стресса и ганглиозные клетки сетчатки от апоптоза. Кроме того, они обладают и гипотензивным эффектом, равным, как пишут в инструкциях к препарату аналогам простагландинов. К сожалению, пока в России не используются, но факт такой имеется. Так что я надеюсь, что глаукомную нейрооптикопатию в скором времени мы с вами сможем взять под контроль. Мы должны научиться диагностировать ее раньше и тем самым терапевтическим окном успеть воспользоваться. Я благодарю вас за внимание. Надеюсь, что разговор сегодняшний был полезным.